Друзья, приветствую! Павел из Костромы прислал образцы масла Матюль Текма Мега Икс 1040. Масло используется в коммерческой технике. Манипулятор японский праворульный у Павла. Две баночки Матюля свежая отработка и баночка одна Лукойл Авангард Ультра 1540. Я так понимаю, что Павел рассматривает его как альтернативу Матюлю. Вот описание масла, автомобиль, условия эксплуатации. Автомобиль это Хина у нас, Профия. Еще раз вот баночки, сейчас я их распакую, почищу, потому что небольшое есть протекание. Ну и подпишу на крышечках, чтобы видно было. Все, можно приступать к созданию эталона маслом Матюль. Первым делом, естественно, обновляю спектрограмму. Посмотрим, что намерит прибор. Вот такая спектрограмма. Видно наличие некоторого количества эстеров. Вот они, этот пик, смотрите, 0,14 примерно сотых. Это соответствует не менее чем 2%, по моим оценкам. Ну, я думаю, даже чуть больше, там 2,3-2,5 может быть. Так, далее корректирую сейчас данные. Так, вот прибор намерил противоизносных присадок 101%. Кстати, не очень много. Видимо, часть этих функций выполняют эстеры. Далее, подкорректирую минусовые значения по гликолю, сажи. И посмотрите, что намерил прибор. Учитывая такое количество эстеров, здесь есть некоторое занижение. Но, тем не менее, 8,4 намерил. Сам Матюль заявляет 10,4, поэтому выставляю по заявлению производителя. Ну и кислотные тоже эстеры завышают. Вот, пики совпадают, как я неоднократно говорил, с карбоновыми кислотами. Поэтому надо немножко занесить. Это все-таки не мокрый метод тетрования, это спектрограмма. Так, вот, значит, хинопропия. 1996 год, двигатель 10,5 литров, 330 лошадиных сил, объем масляной системы 28 литров, пробег более миллиона километров. Пробег на масле 13200 при средней скорости 35, это 377 моточасов. Ну и смотрите, значит, на что здесь стоит, в первую очередь, обратить внимание. Ну и видно, что кислотная просто в космос улетела. Это, видимо, попадание топлива, 165% по присадкам, однозначно эти присадки противоизносные из топлива. Тем более, что начальный уровень там невысокий. Ну вот, щелочное понижается очень медленно, большой еще запас. Ну вот, очень сильно выросло кислотное. Пассажи 1,87 за этот пробег. В принципе, видно, что уже такая топливная поработавшая, скажем так, 2%, тут 13 сотых до 2% остается. 2% это, значит, имеет смысл проверять уже ее. Вот, ну где-то, да, в районе там 17-тысячная, но уже будет уровень предупреждения по саже. Так, давайте посмотрим, что произошло с вязкостью. В принципе, ничего криминального. Павел мне потом рассказал, что он промывает при смене масла, значит, двигатель. Половина топлива, солярка, половина масла. Поэтому ничего удивительного, что в не сливаемом остатке достаточно много масла. Ой, простите, топлива. Отсюда и противоизноска, и все такое. То есть, вот такое движение в основном межгород, по трассе. Ну, есть разжижение, топливо попадает. Ну, здесь и форсуночки могут быть, и, в общем-то, для такого пробега не считаю, что какой-то криминал. Ну, да, кстати, доливки 3 литра, считайте, чуть больше 10% используемого объема. Так, и вот такой у меня получился прогноз. 19 тысяч по моющим нейтрализующим свойствам. Но это, в первую очередь, из-за того, что противоизноска попадает и повышает кислотное. 540 часов, значит, по нейтрованию, видите, больше 1000-1100. Ну, и по вязкости 1200 часов, ну, можно даже не смотреть особо на эти показатели. То есть, какие вопросы, получается, есть. Может быть, не имеет смысла промывать вот мотор вот этой смесью при смене масла, там, топливо и масло. Может быть, просто промывочное масло использовать или даже, ну, не промывать его вообще, просто менять масло. Я думаю, что это будет даже лучше. Вот, но поскольку Павел прислал авангард свежий, сейчас я его, кстати, проверю, то, наверное, все-таки я полагаю, что Павел планирует прислать еще и авангард ультру, лукойл. Значит, если там промывки данной не будет, то можно будет сравнить, насколько она влияет. Вот, сейчас я покажу вам свежий авангард. Тут сложно было по времени рассчитать видео при монтаже. Сейчас, секундочку. Все, с этим я закончил, с мотюлем. Ну, и вот баночка лукойла. Так, закладываю, естественно, обновляю спектрограмму. Посмотрите, спектрограмма здесь эсеров. Ну, если они есть, то их минимум, да, ну, процента полтора, наверное, вот так. Ну, чуть менее, ну, хотя, да, тоже есть, они присутствуют, где-то одна десятая. Так, выбираю данное масло. Сейчас посмотрим, что прибор намерил. Так, вот здесь уже противоизносных присадок, да. Другое количество, 138%. То есть, видите, на треть, грубо говоря, больше, чем в мотюле, пожирнее. Но и эстеров меньше. Вот. Поэтому, вполне вероятно, что часть противоизносных присадок замещают эстерами. Далее, корректирую там гликоль. Сажу. Так, здесь что-то я завис. В какой-то момент отвлекся, наверное, на что-то. Или переписывал значение. Ну, тем не менее. Ну, и, значит, значение, намеренные прибором оставил неизменные. Щелочной 11, а кислотная у меня получилась 1,82. Значит, с учетом противоизноски, 138% нормальная кислотная. Значит, ну, я считаю, что как альтернатива мотюле вполне себе рабочая и годная. Поэтому будет интересно посмотреть на отработку этого лукоила. Вот такой получился тест. Благодарю Павла за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.